Сегодня я на фабрике, которая занимается производством современной мебели, а также и классической. Фабрика основана в 1971 году. Более 600 сотрудников здесь работают. Мы сейчас находимся прямо в шоуруме 10 тысяч метров квадратных. Все вам покажем. Смотрите этот ролик до конца. И я вам покажу, какие коллекции больше всего экспортируются именно в страны СНГ. Все, что мы сейчас увидим в этом шоуруме, мы, конечно, сфотографируем и выложим в нашем телеграм-канале. Ссылка в описании. Обязательно подписывайтесь. Сейчас мы с вами смотрим на первом этаже современную коллекцию мебели, именно разработанную дизайнерами производителя. Так как фабрике уже больше, чем 50 лет, и она уже устоялась здесь на рынке Китая, их бренд очень известный, поэтому они не занимаются репликами и копиями известных брендов. Но я вам покажу кое-какие модели, от каких брендов они вдохновились и дорисовали свои коллекции. Определенные позиции, они будут слегка напоминать какие-то итальянские бренды. Вот обратите внимание, сами придумали такой интересный, элегантный диван двухмодульный. Достаточно глубокий. Материалы, конечно, можно выбирать, можно обсуждать размеры каждого изделия, кастомизированно производить, как и на других фабриках Китая. Но есть решения интересные, особенно для тех заказчиков, кто вообще ни в какую не хочет приобретать реплики из Китая. Вот вам решение современной мебели собственного производства производителя. Ну а о ценах вы можете узнать на нашем телеграм-канале, достаточно только подписаться. Ссылка в описании. Вот гостиная. Кресло, столики, комбинированный мрамор импортный, очень красивые, кстати, журнальные столики. Диваны кожаные. Ну да, современный стиль. В этих моделях используются металлические шарики. И вот они везде присутствуют на всех элементах диванов. Производитель просто взял эту фишку у Кавали, а остальное дорисовал самостоятельно. И так вся коллекция на фабрике. Вот обратите внимание, огромная такая гардеробная, шпонированные стеновые панели под лаком. А здесь вот, например, есть шпон матовый с металлическими вставками. Это особенность этого производителя. Все самостоятельно они разрабатывают. Конечно, это сложная позиция. Здесь должны участвовать дизайнеры, разрабатывать чертеж. И от вас, конечно, должны быть очень четкие размеры, чтобы просчитать такую гардеробную. Это уже с нашими комплектаторами онлайн или оффлайн. Они приедут сюда или с вами онлайн будут работать по просчетам этих панелей. Но выглядит очень круто, скажу вам честно. Качество высокое. Многие китайские фабрики не хотят заморачиваться с этим шпоном. Потому что это очень-очень кропотливая ручная работа. Столовая группа, огромный такой стол мраморный. Подстолье вообще здесь прошито все кожей. И вот обратите внимание, стулья Корнелио Капеллини вообще этот стиль. Очень тяжелые. Все под лаком, каркас. И спинка сама по себе очень плотная, большая. Конечно, в оригинале Корнелио Капеллини только с виду это Корнелио Капеллини. На самом деле здесь фабрика очень много доработала. Своего вкуса добавили. Да, они удобные однозначно, но это не один в один. Но вот берут мотив итальянский и дальше делают вот такую красоту. На самом деле выглядит красиво. Но мне интересно ваше мнение в комментариях. На этой фабрике огромный плюс, что можно закрыть сразу много позиций. Помимо отдельно стоящей мебели, столовых групп, сразу в цвет и в стиль можно сделать стеновые панели с металлическими вставками. Тут есть еще и шкафы, например, для кухни. Даже винные шкафы можно добавить. Все на одном производителе в одном качестве. То есть вы приходите на эту фабрику и закрываете практически весь объект. Обратил внимание на эту консоль. Вообще мы зашли, тут целая коллекция в этом пестром шпоне. Ящики все кожей прошиты, скрытые ручки, шпон под глянцем вот этот пестрый. И еще металлическая вставка золотая. Очень жирная консоль сама по себе сделана очень-очень качественно. Но сам стиль, друзья, вот прям если вам нравится, то это точно будет только у вас вот такой стиль. Он реально интересный. Я бы не сказал, что это плохо и хорошо. Это вот действительно, если человек вот влюбится в такое изделие, он просто будет получать ежедневно необычные эмоции в своем интерьере. Интересная коллекция. Обратите внимание, диван модульный, достаточно высокий. Каркас, шпон под лаком. Здесь кожа. Срок производства такой мебели, где комбинируется шпон в изделии, где-то два с половиной месяца производитель заявляет, что нужно произвести такое изделие. Почему? Потому что сами технологические процессы, их невозможно перепрыгнуть. Нужно высушить, покрыть, зашкурить и так далее. Куча вот этих вот процессингов. Поэтому два с половиной месяца нужно ждать такую красоту. Такой огромный винный шкаф. Не у каждого такая гардеробная есть, а тут винный шкаф. И вытяжка, все здесь продумано, дерево внутри. Интересные такие ящики металлические. Все из натурального дерева. Ну, конечно, фабрика полностью забирает проект на себя. Вот так вот вы пришли сюда, и они уже начинают проектировать, возиться, тут обсуждать все детали заказа. И, кстати, мне рассказали, что в Лувре у нас в Фошане сам торговый центр у них размещает кое-какие коллекции мебели. И под своим брендом выставляет уже в торговом центре Лувр. Можете себе представить, вот насколько старое и интересное предприятие. Хотя основано было оно в Гонконге. И была прямая инвестиция именно вот в этот город Джоншань. Это в 108 километрах от нашего города Фошань. Вот как далеко мы сегодня забрались. Уровень производства фабрики. Вы посмотрите, какие двери. Входная группа 3,7 метра высотой. Эти ручки латунь, тяжелые такие, большие двери. Металлические вставки. Это шпон дерева. Это все производится не быстро, но реализовать эта фабрика может очень-очень разные проекты. Интересная расцветка этого модульного дивана. Такая вот бархатная ткань. Золотые вставки, замки золотые. Посмотрите, выглядит очень прикольно, я бы сказал. Смотрится в гармонии с этими двумя креслами очень стильно, на мой взгляд. А здесь рядом, посмотрите, огромный шкаф до потолка. Комбинация бабочка. Это керамогранит 6-миллиметровый. И автоматически открываются вот эти вот лопасти, я бы сказал. Есть подсветка, шпон. Конструкция выглядит тяжелой, вот на первый взгляд. Сейчас мы еще откроем среднюю часть. Вот, посмотрите, какие большие части. Вот и телевизор появился у нас, друзья. Как вариант. Но это же все работает и сегодня производится для вас. Эту фабрику наверняка многие запомнят. Мы уже на втором этаже. И здесь классическая мебель, которая как раз таки поставляется уже много лет в Россию, друзья. В 2008 году, когда мы начинали наши мебельные туры в Фошане, именно с этой мебели мы и стартовали продажи. Раньше только такую мебель в Китае и приобретали. Но вот видите, до сих пор фабрика работает и имеет двух дилеров в России. И это вот действительно мебель, возможно, нравится какому-то определенному поколению заказчиков. Вот напишите, вам может быть тоже интересно классическая мебель? Вот умеренной классики уже на рынке очень-очень мало осталось. Или она очень низкое качество занимает в Китае, или вот прям супер дорогое. Потому что это ручная работа, сусальное золото, шпон. Вот эта покраска ручная сейчас мало, кто этим занимается. На этой фабрике есть вот отдельный цех, кто еще до сих пор создает такие вот красивые, я думаю, изделия для многих заказчиков. Кому-то вообще сейчас классика не нравится. Это нормально. На вкус и цвет, как говорится, товарищей нет. Но сочетание, конечно, вот этой коллекции, черное с золотом, это такое читерское сочетание, я всегда говорю. Это даже есть часы с золотыми, черные часы с золотыми стрелками. Это всегда вот привлекает внимание. Вот классика. Столешница, натуральный шпон, матовое покрытие лаком. Вот здесь вот как раз-таки очень-очень практично. И четыре вида шпона, плюс ручная работа и даже ракушечник. На фабрике можно договориться, например, кое-какие рисунки убрать, упростить или усложнить этот рисунок. Все можно договориться, сделать. Например, стулья, смотрите, вышивка ручная, даже ниточки торчат кое-где. Ну, прям реально. Есть же любители классики. Я очень-очень много встречал. И делали мы раньше такие проекты. Такая ностальджи, знаете. Но до сих пор кто-то, наверное, интересуется, так или иначе. В моей практике были заказчики, кому нравилась вот такого рода французская классика. Такая более умеренная, не вычурная, сдержанная еще ее можно назвать. Светлые оттенки с элементами золота или серебра, как вариант, тоже имеет место быть, друзья. Сейчас мы с вами находимся в спальне такой классической. Я себя ощущаю неловко в таком интерьере. Вот у нас оператор, 27-летний, очень балдеет от такого стиля. А мне вот, допустим, не так просто принять его. Но, конечно, ручной работы достаточно много. Сусальное золото, несколько видов шпона. И это все производство занимает 90-100 дней. То есть это, конечно, производится дольше, чем современный стиль мебели. Обратите внимание, какая шикарная гостиная классической мебели. С таким вот безумным видом, который усиливает этот интерьер в 100 раз. Это, конечно, выглядит шикарно, когда у вас панорамный вид из окна. Огромный круглый стол с вращающейся зоной верхней. Здесь шпон, ручная работа, керамогранит. И самое интересное, каждые 50 сантиметров есть плитка. Китайский самовар, или его называют по-английски hot pot. Каждый варит для себя такой суп. Но это, конечно, надо было придумать. Взять классику и в классику всунуть эти hot pot. Это удивительно. Есть пульт управления, чтобы еда подъезжала для каждого участника. И вот представляете, что такое китайский hot pot. Когда они здесь все варят, это не очень чисто. И вот на классической мебели, ручной работы, глянцевое покрытие. Вы здесь берете креветки, зелень, там соусы, все эти дела. Накладываете вот здесь вот брызги шампанского, как говорится. Но зато вот решение уникальное, редко где встретишь. Думаю, что найдутся из вас поклонники. Или кто-то захочет чего-нибудь такого особенного для своего интерьера. И эта фабрика конкретно для вас. А на этом я хочу закончить наш обзор. И как всегда вам, друзья, пожелать хорошего дня и отличного настроения. До новых встреч. Всем пока.